Здравствуйте! На Интере стартует информационный вечер. В 9 вечера у нас с вами ток-шоу «Чёрное зеркало». А пока традиционно начинаем с главных подробностей этого дня. Штурм или переговоры? Какой ход готовит власть против блокирующих перевозки в зоне АТО? Расширить состав нормандской четвёрки. Трампа приглашают за стол переговоров. Зарплатная удавка от МВФ. На какой срок фонд требует заморозить минималку? Президент Порошенко ввёл в действие решение Совета нацбезопасности о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергобезопасности и усилению защиты критически важной инфраструктуры. Документ был подписан главой государства вчера. Ближе к ночи, после заседания Совета безопасности, которое проходило за закрытыми дверями. Что же предусматривает решение СНБО? МВД, СБУ и Нацгвардия должны обеспечить общественный порядок в зоне АТО. В частности, взять под усиленную охрану объекты газа и электроснабжения, а также путепроводы и, самое главное, обеспечить их бесперебойную работу. Напомню, часть транспортной инфраструктуры на Донбассе уже более трёх недель блокирует радикалы. СБУ, кстати, поручили активизировать усилия по нейтрализации российских спецслужб и агентуры, которые могут пытаться блокировать работу энергообъектов. И, наконец, кабинет министров должен в срочном порядке искать новые источники поставки угля и сформировать достаточный резерв топлива. Кабмин отрапортовал уже сегодня, правительство на протяжении последнего времени делает всё возможное, чтобы снизить зависимость Украины от антрацитового угля. Об этом заявил премьер во время выставки сельхозтехники. По словам Владимира Гройсмана, на Днестровской ГАЭС в июле был запущен агрегат. Ещё один уже начали строить. В сентябре построили две линии электропередач от Хмельницкой и Римненской атомных станций. Ещё одну линию запустят от Запорожской АЭС. Также заявил премьер, в марте завершат модернизацию одного блока на Трипольской ТЭС. Вместо антрацита будут использовать уголь газовой группы. Всё это поможет Украине постепенно слезть с антрацитовой иглы. Это означает, что по году, с следующего опального сезона, где-то около 2,5-3 млн тонн, мы уже сможем экономить. То есть, не отримать антрацитовую группу уголь. Наш уряд 47% атомной энергии в питомой воде поднял её до 57%. Это тоже реальная экономия уголь, которая раньше спаливалась. Мы идём этим шляхом и мы забеспечим, я это гарантую, забеспечим энергетическую безопасность нашей державы. Блокада будет расширяться. С таким заявлением выступил один из лидеров радикалов-блокадников Анатолий Виногродский сегодня в Киеве. Теперь перекрывать будут не только железные дороги, но и автотрассы. По словам Виногродского, первый блокпост, пока только наблюдательный, уже установлен на Бахмутском направлении в Луганской области. Помимо этого, радикалы собираются перекрыть железнодорожную линию Мариуполь-Волноваха. Мы никого не боимся. Мы будем продолжать блокаду, будем её расширять. Мы начали выставлять посты на автомобильных дорогах. В планах у нас расширение блокады по всей линии соприкосновения со стороной агрессором. Ну вот, что сейчас происходит в зоне АТО и в зоне блокады, нам расскажет мой коллега Олег Решетняк. Он работает в зоне АТО и с нами сейчас на прямой связи. Олег, я тебя приветствую. Скажи, где сейчас ты находишься и какие самые последние новости можешь нам сообщить? Добрый вечер, Алексей. Мы сейчас находимся в Донецкой области. Уже третью неделю продолжается железная блокада на Донбассе. Ситуация здесь становится всё острее. Вот сегодня сторонники движения заявили, что окружены отрядами полиции и, воспользовавшись этим, призвали всех на помощь. Мы поддерживаем блокаду, потому что нужно прекратить торговлю. Силовый разгон приведет к тому, что Янек вам будет вот так показывать. Удачи вам, а мы будем стоять. Дякую. А ещё вчера в Фейсбуке на странице блокадников призывали присоединиться к ним тех, у кого есть оружие. Сегодня на этот призыв отреагировали и правоохранители. И правда, в полной мере сделать это, по словам полицейских, помешал им один из народных депутатов. Ну вот история такова. Около часу дня на блокпосте в Бахмуте полицейские остановили автобус ПАС, в котором находилось около 20 человек камуфляжа. А некоторые из них были даже в масках. Так вот, транспортное средство и двигалось в сопровождении одного из народных депутатов. Как сообщают полиции, во время проверки лиц и осмотра салона автобуса был обнаружен охотничий карабин СКС, имеющий визуальные признаки изменения конструкции. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. Но вот, что интересно, во время следственных действий, нардеп, пользуясь своим служебным положением и депутатской неприкосновенностью, забрал оружие и не дал провести следственные вот эти вот действия. Но вот, по данным «Украинской правды», речь о Семене Семенченко, он на своей странице в Фейсбуке позже обвинил журналистов. Издание в подтасовке фактов. А вот во фракции «Самопомничь», которую представляет нардеп, считает, что власть преувеличивает зависимость Украины от угля из оккупированных территорий. И говорят, за углем из Донбасса скрывается более глобальная проблема, что, мол, речь идет о контрабанде. Также они призывают власть не искать виновных в блокаде, а немедленно действовать. И я думаю, что это большой шок для большой части Украинцев, которые узнали, что у нас у нас экономические отношения прекрасные. Что идет, продукция в одну сторону, в другую, озвучивают факты, что порог не на оккупированной территории, комплектующий для оружия. И когда это все пробуют перекрыть темой энергетической безопасности и вугилья, то вугилья – это невеликая часть, которая транспортуется. Я только узнала, что вы зависит. Я то, что сказал, то сказал. Дякую. Доброе утро. Спасибо тебе за работу. Это был Олег Решетняк с нами на прямой связи. Но силовики опровергают информацию о подготовке к штурму, а также окружении блокпоста радикалов в районе города Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в главном региональном управлении нацполиции. По их информации, туда всего лишь выезжала оперативно-следственная группа для изучения действий активистов, в частности, и по вопросу блокировки движения поездов. Дело в том, что несколькими часами ранее так называемый штаб блокады торговли с оккупантами сообщил на своей странице в соцсетях, и об этом только что говорил мой коллега, что их окружил спецназ МВД и готовится к штурму. Радикалы предупредили, что готовы оказать сопротивление. Депутат Атапа Блока Вадим Новинский раскритиковал блокаду на Донбассе. Своё мнение он высказал в Мариуполе на праздновании 120-летия металлургического комбината имени Ильича. Даже сейчас, в условиях фактически военного времени, является образцом, примером настоящего трудового героизма и настоящего патриотизма. Трудовой коллектив – это настоящие патриоты Украины, которые в это время делают так, чтобы Украина была независимой экономически. В отличие от тех ребят, которые делают блокаду и наносят непоправимый ущерб экономике страны. Прекратить блокаду призывает и мэр Мариуполя. Сегодня открытое обращение Вадима Бойченко появилось на сайте Горсовета. Блокада железнодорожного сообщения с зоной АТО приведет к гуманитарной и экономической катастрофе в городе и может спровоцировать социальный взрыв. А всей Украине грозит энергетическим коллапсом, ростом тарифов для потребителей и скачком курса гривни, пишет Бойченко. Сегодня работники четырех градообразующих предприятий Мариуполя направили обращение к городским властям с просьбой повлиять на участников акции и ускорить снятие блокады. Из-за нехватки угля может остановиться Старобешевская ТЭС, которая снабжает Мариуполь электроэнергией. Отсутствие сырья для металлургического производства спровоцирует остановку доменных печей на Азовстали и ММК имени Ильича. Как следствие, неизбежны массовые увольнения. Только в Мариуполе без работы останутся десятки тысяч человек, в том числе и рабочие судоремонтного завода и торгового порта, которые напрямую зависят от продукции медкомбинатов. Разблокировать железнодорожные пути на Донбассе призывают страны Большой Семерки. Об этом сообщает информагентство Униан. В совместном заявлении G7 говорится, блокада угрожает энергетической безопасности и экономике Украины. Послы требуют от властей Украины возобновить работу энергообъектов, которые обеспечивают теплом украинцев. Напомню, ранее снять блокаду требовали и в Европейском Союзе. Немецкий Мюнхен на несколько дней стал центром мировой политики. Сегодня после обеда там открылась конференция по вопросам безопасности. Один из важнейших международных саммитов. Украинскую делегацию возглавляет президент Петр Порошенко. Кто еще приехал в Мюнхен и о чем планирует говорить, расскажет Татьяна Лагунова. Название обязывает. Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, эти самые меры безопасности не просто усиленные, а чрезвычайные. Вся полиция столицы Баварии охраняет один объект. Отель «Баварский двор», где проходит встреча. А также все подъезды и подходы к нему. Мы задействовали очень много полицейских. На службе 4 тысячи человек. В первую очередь правоохранители из Баварии. Но пришлось привлекать коллег из других земель. Охранять есть кого. В Мюнхен приехали 30 президентов и премьеров. Генсеки, НАТО и ООН. Топ-чиновники Евросоюза и 80 министров обороны и иностранных дел. С каждым годом политическое значение и международный авторитет Мюнхенской конференции по вопросам безопасности только растут. И организаторы говорят об этом с гордостью и с сожалением одновременно. Ведь это значит, что в мире много кризисов и конфликтов. Именно их традиционно обсуждают в Мюнхене. Тем в этом году много. Ситуация на востоке Украины и выполнение минских договоренностей. Сирия, будущее Европейского Союза после выхода Великобритании, диалог между Западом и Россией, санкции против Москвы. И, конечно, будущее трансатлантических отношений при Дональде Трампе. В Мюнхене ждут выступлений вице-президента США Майкла Пенса и министра обороны Джеймса Мэттиса, чтобы из первых уст услышать, какой будет политика Белого дома. Было бы очень неразумно в Германии и Европе опускать руки в отчаянии и каждый раз, слыша ремарки из Вашингтона, говорить «О, как ужасно! Снова они говорят ужасные вещи! Мы не имеем права высокомерно относиться ко всему, что сейчас на повестке дня, и делать вид, что мы хорошие парни, а американцы, представленные Трампом, плохие парни». С вице-президентом США проведет переговоры и украинский президент встреча Петра Порошенко и Майкла Пенса запланирована на завтра. А сегодня глава государства провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном. Татьяна Угунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер Мюнхен. И самые последние новости из Мюнхена. Татьяна расскажет нам прямо сейчас, она на связи с подробностями. Таня, приветствую. Скажи, прибыл ли уже Петр Порошенко в Мюнхен? И попрошу тебя подробнее остановиться на тех мероприятиях, где будет подниматься украинский вопрос. Да, Алексей, Петр Порошенко уже в Мюнхене. И поскольку Украина, вернее, ситуация на востоке нашей страны одна из главных тем конференции, то и график у президента более чем насыщенный. Завтра у него переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом. Это первая встреча с высокопоставленным представителем новой американской администрации, с генсеком НАТО, Йенсом Столтенбергом, с президентом Польши Дудой. И это только запланированные встречи. Дело в том, что Мюнхенская конференция уникальна по своему формату. Она позволяет собрать в стенах одного отеля президентов, министров, премьеров. Политики постоянно встречаются в кулуарах и могут поговорить с глазу на глаз без предварительных договоренностей. Но сегодня Петр Порошенко принял участие в подиумной дискуссии конференции. Ее главной темой было будущее Запада. Никаких договоренностей об Украине без Украины. Ослабление санкций в то время как Россия остается на Донбассе и в Крыму только подтолкнет Москву к еще большей агрессии. За последние 24 часа моя страна потеряла одного военного. Еще двое ранены. Почти все в Авдеевке. Также российская артиллерия обстреляла мирное население. Погибли люди. Вы должны понимать, какую цену мы платим в этой войне. Завтра в Мюнхене состоится еще одно важное событие, а именно встреча нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Впервые Германию на переговорах будет представлять новый главный дипломат страны Зигмар Габриэль. Обсудят обострение ситуации на Донбассе и выполнение минских договоренностей. Об ожиданиях мы спросили министра иностранных дел Украины. Я буду тиснути на два ключевые вимяри. Это безопасность, чтобы ОБСЕ была способность лучше контролировать обстрелы. А главное тиснуть, чтобы их не было. Чтобы у нас реально была контроль на территории всего Донбасса. Чтобы миссия могла работать целодобно. И чтобы в конце концов она вышла на кордон. И второе вопрос, по которому буду особенно тиснуть, это, естественно, гуманитарно. Начиная от таких невеличких, но важных, как доступ, в частности, доступ Червоного Христа, наш доступ к наших заручников. И, естественно, главное вопрос – это их освобождение. Встреча запланирована на вторую половину дня. И после нее дипломаты пообещали пообщаться с журналистами. Так что завтра день в Мюнхене будет более чем насыщенный. Алексей? Спасибо. На связи с нами из Мюнхена была Татьяна Лагунова. Напомню, в Германии стартовала конференция по безопасности. А вот в Боне сегодня второй день работы Большой Двадцатки. Что в повестке встречи министров иностранных дел нам расскажет Алексей Пшемырский. Обмен любезностями, переговоры за закрытыми дверями и, конечно же, пристальное внимание к новой администрации США. Встреча министров иностранных дел Большой Двадцатки сенсационных новостей не принесла. Да их и не ожидали. Для глав внешнеполитических ведомств Бонн стал поводом впервые увидеть и услышать нового госсекретаря США. Рекс Тилерсон самый ожидаемый гость двухдневной встречи в Бонне. До последнего организаторы и вовсе не знали, все же отправится ли он в свой первый иностранный визит на новой должности. В итоге не обошлось без курьезов. Служба протокола не успела забронировать Тилерсону отель. В свободный номер нашли лишь санаторий в 30 минутах езды от Бонна. Такой прокол как нельзя лучше показывает. Здесь до сих пор не понимают, чего ждать от новой политики США. Пожалуй, в первую очередь это касается российско-американских отношений. Если еще несколько месяцев назад Кремль видел в Трампе чрезвычайного главного союзника, который снимет санкции и закроет глаза на ситуацию в Украине, то теперь, похоже, все резко изменилось. Вчерашняя встреча Тилерсона с главой российского МИДа Лавровым стала, если не холодным душем, то точно уж не триумфом российской дипломатии. В своем коротком подходе к прессе по окончанию переговоров с Лавровым Тилерсон сразу же заявил, что Россия должна выполнять Минские соглашения и остановить насилие в Украине. Повлиять на боевиков и заставить их отвезти оружие, призвал Лаврова и немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль. Уже сегодня главной темой переговоров стала Сирия, где Москва также возлагает немалые надежды на сотрудничество с Вашингтоном. Однако министры лишь договорились, нужно искать не только военное, но и политическое решение конфликта и вскоре продолжить переговоры в Женеве. Главная встреча большой двадцатки уже на уровне лидеров стран пройдет в Гамбурге в июле. И похоже, Москве придется подыскать до того времени, если не новые козыри, то уж точно поупражняться в дипломатии. Алексей Пшумыский, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Американские военные прибыли в Латвию в рамках операции НАТО по защите восточных рубежей Альянса. Это уже седьмая ротация американских солдат в Балтийском государстве. На патрулирование заступил первый батальон 68-го бронетанкового полка на вооружении военных танки Абрамс и машины боевой пехоты Брэдли. Посол США в Латвии Нэнси Петит заявила, что Балтийская страна близка к выполнению своих обязательств перед НАТО. Считаю, Латвия справится со своим заданием. Сейчас страна тратит 1,7% своего ВВП на оборону. В свою очередь НАТО требует, чтобы этот показатель достигал 2%. Думаю, Латвии покорятся эти цифры уже в следующем году. Голосование по ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС пройдет в Нижней палате парламента Нидерландов 23 февраля. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвек. По его словам, процедура затягивается из-за грядущих парламентских выборов в Нидерландах. Дебаты пройдут в следующую среду, 21 февраля. А через два дня, 23 февраля, состоится голосование в Нижней палате парламента Нидерландов. После этого должен проголосовать еще и Сенат. Так вот, Нижняя палата парламента, скорее всего, проголосует за ратификацию. А вот с Сенатом же все сложнее из-за грядущих парламентских выборов. Один украинский воин погиб сегодня, трое раненые. Это все по сообщениям штаба ОТО. Снаряды боевиков упали на жилые кварталы Авдеевки, теперь в самом центре города. Накануне вечером из-за тяжелых осколочных ранений погиб человек. Двое получили ранения. Вражеским артударом в одном из домов повреждены пять квартир. В другом взрывом разорвало систему отопления. Пожилой мужчина получил ожоги. Еще один снаряд попал в магазин. Огонь пророссийские наемники вели со стороны оккупированных Ясиноватой и Спартака. По сообщению губернатора области Павла Жибривского, обстрелы Авдеевки продолжаются и сейчас. Городские власти подсчитывают новые потери. Также был сильно поранен человек, его привезли в лекарню и он помер в санпропускнику. Людина, которая целый это выпускает, она же явно знает и понимает, что это жилые кварталы места. Тут же нет никаких военных. Из-за боевых действий на Донбассе в неотложной гуманитарной помощи нуждаются более миллиона детей. Об этом сообщили в представительстве детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине. Количество пострадавших детей за последний год выросло почти вдвое. И связано это с продолжением конфликта. Каждый пятый ребенок живет в так называемой серой зоне. При этом 19 тысяч несовершеннолетних до сих пор могут пострадать от мин и не разорвавшихся боеприпасов. А 12 тысяч живут в населенных пунктах, которые минимум раз в месяц обстреливают. В прошлом году свыше 500 тысяч детей остро нуждались в гуманитарной помощи. В этом году мы зафиксировали, что их уже более миллиона. Это связано с тем, что многие семьи до сих пор вынуждены жить вдали от дома, потеряли доходы, недвижимость, определенные социальные условия. В этом году удалось сделать более точные подсчеты. Они включают детей по обе стороны линии разграничения. Заморозить минимальную зарплату на три года. Такое условие предусматривает меморандум МВФ. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Он возмущен таким подходом и уверен, поднимая минимальные пенсии, необходимо увеличить и минимальные зарплаты. Иначе снизится поступление в пенсионный фонд, и его дефицит снова увеличится. А именно за это Украину критикуют МВФ, говорит Рева. На горячем попался руководитель фонда соцзащиты инвалидов при Министерстве соцполитики. ГПУ вместе с СБУ задержали чиновника с поличным, когда тот получал первой трансвзятки 300 тысяч гривен. Как выяснили следователи ГПУ, руководитель фонда разработал схему незаконного обогащения. Он требовал от директора Одесского областного фонда соцзащиты 700 тысяч гривен. Это 10% от той суммы, которую государство выделило на программы соцзащиты инвалидов. Прокуратура открыла уголовное производство, теперь дело за судом. Грозит чиновнику до 12 лет с конфискацией. В офисе радикальной партии в Днепре сегодня прошли обыски. Их провели сотрудники генпрокуратуры и СБУ. Наведались и в центральный офис корпорации Сигруп, которая принадлежит семье народного депутата Сергея Рыбалко, его помощнику и одной из сотрудниц. Прокуратуре и управление СБУ области комментировать факт обыска отказались. На своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокуратуры написала, что обыски в компании Сигруп проходили в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и посягательства на присвоение 110 миллионов гривен. Сам Сергей Рыбалко все это отрицает. Нацагентство по противодействию коррупции ждет переформатирования, если оно и дальше не будет справляться со своими обязанностями. Об этом на коллегии Минюста заявил глава ведомства Павел Петренко. По его словам, члены НПК получают огромные зарплаты, но вместо того, чтобы работать, лишь имитируют процесс. Так агентство до сих пор не провело спецпроверку электронных деклараций. Если дальше будет продолжаться ситуация, при которой Министерство юстиции за них делает их работу, органы Кабинета министра выполняют их работу, мы будем ставить вопросы о структурном переформатировании. Сегодня Петренко подводил итоги деятельности своего ведомства в прошлом году и озвучил планы на следующий. Сообщил его, команда ликвидировала устаревшее советское райуправление юстиции. Взамен созданы более 500 пунктов безоплатной правовой помощи по всей стране. А на днях ведомство планирует отменить свыше 100 регуляторных бюрократических актов, которые действовали еще со времен Советского Союза. 55 нардепов просят Конституционный суд отменить мораторий на продажу земли сельскохозназначения. Сегодня они подали соответствующее прошение. Но вот другие их коллеги категорически против. Сергей Каплин, например, считает, если такое решение будет принято, вся украинская земля окажется в руках олигархов. О снятии моратория можно будет говорить лишь тогда, когда экономика будет стабильной и вырастет покупательная способность украинца. Он также объявил о начале бессрочной акции против продажи земли. Социал-демократичная партия сегодняшнего дня будет блокировать Конституционный суд с тем, чтобы обеспечить народу Украины от чергового грабунка. Нужно будет поднимать так называемый селянский бунт и не дозволить это решение запровадить. И остальное еще, хочу додать. Я хочу обратиться сегодня к судам Конституционного суду. Вы можете войти в историю этой страны, пославши по сути депутатов, которые подписали соответствующее заявление. Вы можете войти в историю этой страны, защитивши украинскую землю. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. ГПУ не может доказать вину экс-заместителя главы МВД Сергея Лекаря по делу Майдана. Бывшего чиновника подозревают в организации незаконной поставки светошумовых гранат из России. Спецсредства использовали беркутовцы во время силового разгона протестующих. Очередное заседание по этому делу состоялось сегодня в Печерском райсуде столицы. Во время слушания свидетели ГПУ не подтвердили причастность лекаря к факту появления российских гранат на Майдане. В Генеральной прокуратуре уточняют, это не окончательное решение. Суд на текст чиновникам продолжается. Не можно делать выяснения относительно доведенности войны именно за показаниями того или иного свидетельства. На мою думку, я буду видеть достаточно обрунтованным и важно, чтобы все эти доказательства были врахованы. Потому что кроме того, что подписывал или не подписывал, мы видим факт, что оно поставлено. Но оружие и реально использовалось практически все. Сегодня в Днепре прошло очередное судебное заседание по делу Александра Пугачева, убившего двоих патрульных Артема Кутушева и Ольгу Макаренко в сентябре прошлого года. Первое заявление обвиняемого ему тесно в судебной клетке. Дальше больше. Она унижает его достоинства. Какие еще заявления прозвучали в зале заседания, к чему пришли судьи в материале Елены Миндалюк? Обвиняемый в убийстве двоих полицейских Александр Пугачев в начале судебного заседания подает ходатайство. Просит пересадить его к адвокату. Мол, сидеть на скамье подсудимых в клетке со стеклами, как в аквариуме, унизительно. Я не могу общаться с адвокатом. Раз. За столом мне надо писать. Два. Плюс у нас присутствует суд присяжных, на которых, соответственно, уже оказывается какое-то психологическое давление. И тем самым я буду считать, что будут нарушены мои права на защиту. Поэтому мы просим о том, чтобы в момент судебных заседаний он находился рядом, мог конвенциально общаться со своим защитником, давать пояснения. Гособвинитель просит суд отклонить эту просьбу обвиняемого. Родные погибших возмущены. Хватило бы материнских сил вот тут его задавить. Вот он пусть скажет спасибо, что у него хоть есть вот это вот. Его честь и достоинство и гидность. А как нам? Плачем каждый день. Я вообще считаю, что этот субъект очень даже хорошо себя там чувствует. И пусть благодарит Бога, что ему сделали такой аквариум. Суд оставил Пугачева на скамье подсудимых. Экс-бойца батальона «Торнадо» обвиняют по пяти уголовным статьям. Одна из них – самое тяжелое – убийство полицейских. Максимальное наказание – пожизненный срок. Прокурор уверен – доказательств вины Пугачева предостаточно. Кроме показаний свидетельств, есть еще объективные доказательства. Будем так сказать. Это выставки экспертиз в связи с оружием, в связи с оружием, в связи с оружием, в связи с оружием, в связи с оружием. Мать погибшей Ольги Макаренко просит взыскать с подсудимого 3 миллиона гривен. Эти деньги не вернут дочь, но помогут поднять на ноги ее детей. Но подозреваемый Александр Пугачев упрямо не признает свою вину. В суде отдавать какие-либо показания отказывается. Адвокат Александр Пугачев настоял на дополнительном изучении результатов экспертиз. Суд объявил перерыв до 3 марта. Между тем, уже 19-го истекает срок содержания обвиняемого в убийстве под стражей. Елена Медлюк, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Демусоризация Львова похожа на грани провала. Недавно премьер Гройсман специально посетил город, чтобы передать участок земли под новый полигон для отходов и мусороперерабатывающего комплекса. Но Мару Львову Андрею Садовому локация оказалась не по вкусу. По крайней мере, эксперты городоначальника поставили на ней крест. Почему, расскажет Галина Якушко. В лучших традициях Станиславского ответил мэр Львова генпрокурору. Не верю, воскликнул Садовый после того, как Луценко заявил, что мусорный полигон в Грибовичах не поджигали. Я четко знаю, что это был подпал, но правду мы в скором времени не узнаем. Много еще чего в нашей стране может поменяться. Я предлагаю силовикам заниматься вопросами, которые очень важны сегодня и всех нас турбуют. А с точки зрения Грибовича, думаю, час расставит это на свои места. Зато мэр Садовый безоговорочно доверяет спецкомиссии, которая по его же поручению проверяла пригодность участка под мусороперерабатывающий комплекс и полигон в Яворском районе. Использовать эту территорию как раз и предложил премьер-министр Гройсман. Обустройство полигона позволило бы в кратчайшие сроки решить проблему с отходами, которые уже полгода возят по всей стране. Но комиссия горсовета решила, участок не подходит, дескать, находится слишком близко к водоему и над заповеднику, а другого подходящего мэр так и не нашел. Как результат, местные чиновники предлагают вернуться к идее, которую настойчиво лоббирует Садовый. Весь мусор нужно перерабатывать и сортировать. Наша идея основная полегательна в том, что никакого сметисковища на территории Львовской области. Никакого сметисковища. Через полтора года все сметисковища должны быть ликвидированы, завалены, засыпаны. И там должно быть что-то расти. Сметки каждая родина должна разделить. Сметки должны вторично перерабатывать. А вот в прокуратуре сегодня заявили, что Садовый годами сознательно затягивал вопрос с выбором участка подстроительства полигона. ГИРПРОМ вызначил 6 участок, где можно разместить в 2006 году еще мельчезвалища. Но выполняющий комитет МИСКОРАД и МИСКОГОВА роками скеровывали озвернение и вели переписку, что до возможности выбора участка под полигон не с областной и государственной администрацией, а с этими органами, которые не могут распоряжаться этими. С какой целью мэр Львова затягивает решение о мусорной проблеме, в прокуратуре пока не комментирует. Лишь сообщают, что допрашивают Садового по делу о трагедии в Грибовичах. Материалы дела о халатности его подчиненного, начальника департамента ЖКХ Юрия Гольца, уже переданы в суд. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер Львов. Страсти по курортной затоке. До сезона отпусков еще несколько месяцев, а на юге Украины вовсю идет борьба за самые популярные пляжи Одесской области. Обо всех перепятиях, сражений за лакомые территории в материале Андрея Анастасова. Тетушки, активисты, решения судов, кордоны полиции. Больше года люди в затоке живут как герои фильма «Свадьба в Малиновке». Власть меняется регулярно и далеко не всегда мирно. Сначала по подозрению в земельных махинациях был задержан глава постсовета Василий Звягинцев. Его полномочия по закону должны были перейти к секретарю. Но сегодня секретарей сразу два. Наталья Вернигора и Галина Барановская обе считают себя законно избранными. Вернигору связывают с эстонским бизнесменом, который строит грандиозные планы по аренде затокских пляжей. Барановскую причисляют к команде местных депутатов и бизнесменов, которые напротив отчаянно сопротивляются появлению нового инвестора. Хозяйки никак не могут поделить власть. Решить, кто прав, а кто виноват в подобных условиях непросто. Поэтому местные жители и депутаты приехали в Одессу, чтобы в здании областного совета без криков и драк провести сессию, рассказывают сторонники Барановской. «С тем, чтобы они в нейтральном месте, в публичном месте, при стечении журналистов и жителей могли спокойно провести сессию, назначить настоящего секретаря поселкового совета». А вот сторонники Вернигоры и, соответственно, эстонского инвестора продолжают критиковать своих оппонентов. «Базы горели, земли продавались, земли воровались, что только они не делали. Сейчас пришла женщина Вернигора, сдвинулась жизнь в затоке». Однако и в Одессе злоключения депутатов из затоки не закончились. Вроде бы все собрались, но неожиданно в полицию поступает звонок. Здание заминировано. «Заминировано это здание, поэтому пока временно мы выводим людей». «А для вашей же безопасности?» «Самозванцы хотят собрать сессию, вернее, чтобы вы им не мешали». Всех выводят на улицу, работа облсовета останавливается, взрывотехники приступают к осмотру кабинетов 14-этажного здания. По последним данным, проверка только закончилась, и депутаты вернулись в зал, провести сессию, на которой планируют выбрать секретаря. Напомню, после аннексии Крыма затока стала едва ли не самым популярным местом отдыха у украинцев. Неудивительно, что борьба за эти 15 километров песчаного побережья настолько драматична. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Очередную партию 33 килограмма янтаря пытались незаконно перевезти через украинско-польскую границу. Контрабандный груз обнаружили при проведении тщательного осмотра микроавтобуса на пункте пропуска Шигини, это Львовская область. Чтобы обнаружить контрабанду, правоохранителям пришлось разобрать салон автомобиля. Нелегальный груз житель Львовской области пытался переправить в Польшу для дальнейшего сбыта в Евросоюз. Янтарь и автомобиль контрабандиста изъяли. Направлено на бокс поглибленного огляда автомобиль марки Мерседес Вито, в салоне которого под пассажирским сиденьем был найден специально облаштованный тайник. Марш растерженных граждан прошел в Минске. На несанкционированную акцию протеста вышли около тысячи человек. Выступали против налога на тунеядство, который хотят вести власти. Таких массовых акций в Минске не было с 2010 года. На митинги составили резолюцию с требованиями отменить декрет, остановить снижение доходов, отменить повышение пенсионного возраста и вернуть свободные честные выборы. Документ направят в Министерство по налогам и сборам. На выполнение требований правительству дали месяц, иначе грозят новыми митингами. Напомню, в апреле 2015 года президент Беларуси подписал так называемый декрет о тунеядцах, в соответствии с которым неработающие более полугода трудоспособные граждане должны ежегодно уплачивать сборы в размере 20 базовых величин. Это свыше 200 долларов. По данным налогового министерства, пока лишь около 10% белорусов, которым прислали извещение об уплате, заплатили этот сбор. Всего извещение получили более 470 тысяч граждан страны. Санкции должны сохраняться, пока Россия не начнет предпринимать конкретные шаги по реализации Минских соглашений, заявил журналистом Бруно Ле Мэром, советник кандидата в президенты Франции Франсуа Фиона. Ранее сам политик говорил, что экономические ограничения против Москвы совершенно неэффективны и призывал к диалогу с Россией. Теперь советник Фиона в вопросах международной политики разъяснил позицию политика. Сказал, что Фиона просто не так поняли. Мы считаем, что отношения с Россией нужно улучшить, но улучшить отношения не значит отменить санкции. Мы надеемся, что Россия будет выполнять свои международные обязательства и делать конкретные шаги для улучшения ситуации в Украине. Российские войска на Донбассе есть, и мы будем ждать, пока РФ их выведет. Новая НАТО. Американская пресса разведала о планах Трампа создать на Ближнем Востоке еще один военный альянс. Кто в него может войти и с кем собираются бороться, Дмитрий Анопченко знает больше. Дональд Трамп часто критиковал существующий оборонный союз. Мол, НАТО неэффективно, мол, Вашингтон слишком много тратит на его финансирование. Но сейчас, как выяснила The Wall Street Journal, и тут, в Пентагоне, и в Белом доме задумались о создании нового альянса. Скажем так, арабского НАТО. По данным издания, в Вашингтоне планируют, что в такой оборонный альянс войдут традиционно лояльные к штатам Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Египет и Иордания. Союзником и партнером будет Израиль, а главным противником станет Иран. Именно эту страну президент Трамп назвал недавно террористическим государством номер один. Он обеспокоен планами по созданию Ираном ядерного оружия и теперь намерен сформировать против него коалицию. Сравнение с НАТО вполне оправдано, потому что в договоре о новом альянсе хотят предусмотреть пункт о том, что нападение на одного означает нападение на всех. Такое же положение и в основе североатлантического договора, в основе европейской коллективной безопасности. Газета выяснила, что таким образом у Трампа хотят сплотить тех, кто традиционно не любит Иран. А Вашингтон и Тель-Авив стали бы помогать разведывательной информацией. Хотя с разведкой у новой администрации отношения не сложились. Руководство спецслужб сейчас обвиняют, что они, с одной стороны, слишком многое утаивают от Трампа, с другой, слишком многое сливают прессе. Как пример, история с ушедшим в отставку Майклом Флинном. В Белом доме убеждены, что советника по национальной безопасности подставили. Подставили демократы. Дональд Трамп накануне на пресс-конференции даже сказал, что связываясь с российским послом, Флинн просто делал свою работу. Но его противники убеждены, что именно этот эпизод – слабое место нового президента. Чуть ли не новый Уотергейт – повод для импичмента. Конгресс серьезно взялся за историю о контактах команды Трампа с россиянами и хочет инициировать независимое расследование. Противники, победители этих выборов, демократы и даже некоторые сенаторы и республиканцы намерены организовать слушания. И вызвать на них самого Флинна, чтобы он дал показания под присягой. И если бывший, теперь уже помощник президента, наговорить лишнего, это может ударить и по новому главе государства. Хотя вряд ли экс-глава разведки, который мечтает со временем вернуться в команду Трампа, даст его противникам такой повод. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Кому мешают летающие автомобили? Почему ухают пчелы и когда на земле снова появятся мамонты? Об этом не только смотрите далее в нашем обзоре. Во французском Страсбурге по достоинству оценили украинских студентов. Будущие юристы из Киево-Могилянской академии победили в престижном международном конкурсе Европейского суда по правам человека. Обошли даже команду из Кембриджа, те на третьем месте. Украинец Олег Дикий был признан лучшим оратором. Всего в конкурсе приняли участие 20 университетских команд из 15 стран Европы. Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск выступил против разработки летающих машин. Мол, они будут производить слишком много шума и мусора, и тем, кто находится на земле, будет некомфортно. Вместо летающих авто Маск предлагает отправить обычные машины под землю в туннели. И тем самым разгрузить городские улицы. Ранее Маск предлагал начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Испуганные пчелы ухают от страха. Для того, чтобы это выяснить, ученые в течение года пугали насекомых. В двух ульях установили специальные датчики и камеры, которые отслеживали перемещение пчел. Выяснилось, что насекомые ухают 6-7 раз в минуту. Чаще всего это происходило, когда они врезались друг в друга или когда наблюдатели трясли улей. Раньше считалось, что уханье – это просьба насекомых поделиться едой. Газета «На ужин». Белорусский спортивный журналист Вячеслав Федоренков проиграл пари заключенное в прошлом году. Ставил на то, что хоккейный клуб «Динамо» из Минска не пробьется в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне. Но «Минская Динамо» после последней победы досрочно вышла в плей-офф. Поэтому Вячеслав отужинал целым номером восьмиполосной родной газеты «Пресс-бол». Уже через два года по Земле будут разгуливать настоящие мамонты. Воскресить давних вымерших гигантов намерены ученые из Гарварда. Сейчас их главная цель – создание эмбриона, гибрида слона и мамонта. Технология действительно работает. Ученым уже удалось вживить 45 генов мамонта в клетке современного азиатского слона. Подарочные наборы для номинантов «Оскара» стали скромнее. А все из-за прошлогоднего скандала. Тогда Академия кинематографических искусств и наук подала в суд, чтобы доказать свою непричастность к подаркам для звезд. Куда в частности вошли курительные приборы для наркотиков, секс-игрушки и пешие путешествия по Израилю. Цена некоторых таких наборов составила четверть миллионов долларов. В этом году все гораздо скромнее. Самым дорогим пунктом в подарочном списке стало трехдневное проживание на ранче в Калифорнии за 22 тысячи долларов. Ну и напоследок у нас приятная новость, радостная новость. Я бы даже сказал, сборная по биатлону получила главную награду на чемпионате мира в Гохфильсене. Серебро у женской эстафедной команды. Почти на финишном отрезке капитан нашей сборной Лена Подгрушная опередила француженку Абе и чешскую спортсменку Каукалову. Золотые награды сегодня достались представителям Германии. Ну вот вы узнали самые приятные, самые важные и самые интересные новости этого дня. Но наш информационный вечер только набирает обороты. Уже через несколько минут, напоминаю, мы встречаемся в студии самого популярного политического ток-шоу Украины. Черное зеркало. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok